Добрый день, это Политека Онлайн, меня зовут Виталий Продиус, и я приветствую всех наших зрителей. Друзья, давайте вашими лайками поприветствуем нашего гостя. Это Владислав Ленченко, сооснователь Михайловского клуба. Владислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. У нас сегодня будет разговор о геополитических процессах в контексте Украины. Конечно же, перед этим, перед тем, как его начать, я, конечно, попрошу всех наших зрителей, кто смотрит нас без подписки, подписаться на канал Политека Онлайн, так вы поддерживаете независимую журналистику в Украине. Для нас это очень важно в текущих условиях. Ну и Владислав Владимирович, конечно, главное геополитическое событие вот этих дней, это, безусловно, визит госсекретаря США Блинкина в Китай. Первый с 2018 года. Конечно, в 2018 году была другая администрация, был Трамп, который воевал с Китаем и так далее, потом был COVID. Можно найти, наверное, какие-то объективные причины, но все-таки какое значение имеет этот визит в глобальной геополитике и конкретно в контексте Украины, как вы видите, обсуждалась ли наша тема и какое место она занимала в этих переговорах? Да, действительно, я давно говорил о том, что ключевым процессом, определяющим все остальные подпроцессы, в том числе и происходящие в Европе и в Украине, является игра между элитными группами США и Китая. Игра эта достаточно богатая история имеет. И вот свежая вчерашняя встреча Блинкина и товарища Сей в Пекине – одно из действительно знаковых и крайне важных событий, которое, скорее всего, будет иметь непосредственное отношение и к событиям здесь у нас в Украине. Нужно не забывать, что Блинкин фактически в американской конструкции системы управления государством фактически является министром иностранных дел. И вот министр иностранных дел США едет в Пекин. Долго было непонятно, состоится ли эта встреча вообще на высшем уровне у Блинкины или будет отменена. Анонс появился за 45 минут до начала встречи. Встреча продолжилась 35 минут. Опять же, этот восточный этикет, язык символов, который продемонстрировали китайские товарищи, он тоже здесь ярко проявился. А на что это намекает? Это мало, да? А? Еще раз? Это коротко, 35 минут. Учитывая, что они не виделись 5 лет, сколько проблем накопилось, ну как-то маловато 35 минут. Ну, тут же, это же не встреча двух лидеров, а это все-таки товарищ Си, лидер Китая, а со стороны Америки всего лишь министр иностранных дел. Это как бы поэтому, опять же, восторг, да? То есть, не по чину товарищу императору делать вид, что он сровнее встречается, да? То есть, заставил всех понервничать и вот такими сигналами дал понять, что он сделал большое одолжение, встретившись с Блинкиным, найдя целых 35 минут для Блинкина, который нервничал двое суток в ожидании, будет встреча или нет. Тем не менее, да, скорее это вот символы и сигналы, скорее на внутрикитайскую и Юго-Восточной Азии аудиторию, еще раз призваны подчеркнуть, что все-таки Китай, это Китай, ну а Америка тоже, конечно, хочет дружить с Китаем, ну и тогда, когда подчеркнуть политический вес и поддуть чуть-чуть политический вес лично товарища Си. Понятно, что за 35 минут не могло произойти никакого, ну по-настоящему глубокого и важного диалога. Это скорее могла быть встреча в формате передачи неких сообщений, предложений от президента США Байдена императору Китая товарища Синь Цзипинь. Я его, как это, немножко образно, да, называю товарищем императором, но фактически мы понимаем, что в Китае происходит вот этот тоже процесс регресса и возврата к исконно китайским ценностям. Ну, кстати, не только в Китае, судя по всему, вот можно сказать, что в Турции у нас наметился, значит, султан, ну а в Москве, соответственно, царь, который вот сидит уже там тоже третий десяток лет. Да, да, это такая общая мировая тенденция, ну, как минимум, Евразия, да, то есть начинает путь, как это, к истокам, возврат к истокам, так, по крайней мере, как выгодно их представлять текущим правителям этих стран. Здесь важно, что, я бы на что обратил внимание, да, во всем, что связано с этим визитом. Ну, во-первых, ключевое, да, по результатам визита Блинкен вышел на публику и еще раз ясно и четко заявил, что США не поддерживает независимость Тайваня, да, то, что называется Тайвань. Многих это шокировало, но на самом деле нужно же не забывать, что Тайвань это не Тайвань, как государство, это название острова, а государство называется Китайская Республика. И, в общем-то, Китайская Республика, которая уцелела, правда, вот в пределах острова Тайвань, но Китайская Республика, это именно та республика, которая выступила учредителем Организации Объединенных Наций и до 70, в время путы, или второго, или третьего года находилась в Совете Безопасности ООН, да, это вот Чан Кайши, да, это вот... Чан Кайши, Гамин Дан и вот это вот все. Да, вот это вот все, да, и вдруг Китайскую Республику вроде как, вроде бы как, хотя Блинкен говорил о Тайване, ну, то есть тонкая игра словно. На самом деле мощный сигнал. Скорее всего, на встрече Блинкена с товарищем Си произошла как бы передача неких предложений, значимых, важных, которые нельзя передавать почтой электронной или там почтовыми голубями, никак, кроме лично, так сказать, прислать Блинкена, ближайшего из ближайших соратников президента США, который озвучил эти предложения. И дабы подтвердить серьезность намерений США, вот Блинкен вышел на публику и прямо заявил, скажем так, достаточно скандально, да, там, утверждение о том, что США не подверживают независимость Тайвана. Вот это заявление было ориентировано и адресовано в первую очередь высшему руководству Китая и товарищу Си лично. Ну, там, наверное, расстроились на Тайване. Что мы тут в Америке вот с Байденом не шутим и действительно готовы пожертвовать независимостью Тайваня. Да, так бывает с союзниками. Вспоминается вот фраза Кинсинджера, да, он в свое время говорил, что великие державы не жертвуют собой ради союзников. Ну, это приблизительно какая-то такая же схема. Тут же вспоминается Афганистан, из которого вышли, в общем-то, американцы тоже. Ну, это, конечно, мы уйдем сейчас далеко. А все-таки, если говорить... Ну, мы, смотрите, мы можем как бы уйти далеко, а можем далеко не уходить. На самом деле, вот геополитические игры, они имеют на самом деле очень глубокую традицию. И здесь нужно понимать, что даже понятие большой игры, да, впервые там вошло в мировую историю, как раз вот как средство описания игры российских, британских, французских, политических элит в девятнадцатом веке как раз вот Средняя Азия, Индия, Ближний Восток, да, большая игра, которая началась с совместного российско-французского, да, похода в Индию. Мало об этом, как-то мы знаем, но, в общем, это 1801 год, когда император Российской империи, Павел I, обидевшись на своих родственников и друзей, британскую империю, за то, что она вторглась на остров Мальту, захватила Мальту, Павел I считал себя, ну, гордился, скажем так, званием великого магистра Мальтийского ордена, и он, значит, в отместку британцам придумал, вступил переговоры с Наполеоном Бонапартом, который в тот момент еще не объявился императором, а первым консулом был Франции постреволюционной, о том, что они вместе организуют совместный поход в Индию, в территорию России, через как раз Бухарская, Хивинская и Коканские Эмираты, через Афганистан, зайдя, так сказать, в бриллиант британской короне саму Индию, дабы отомстить, так сказать, британцам. Павел I не успел, конечно, осуществить этот поход, его же родственники, как это, по традиции российского двора, немножечко придушили, и, в общем, дальше его сын Александр I уже как бы с Наполеоном начал воевать, вступил в тайные договоренности с родственниками из Британской империи, да, то есть, и весь этот процесс, вся эта игра на Ближнем Востоке как раз и получила потом название большой игры, да, то есть, между Британской империей и Российской империей, который длился практически чуть больше, чем 100 лет, который, как раз и состоял в том, что каждая из сторон пыталась склонить на свою сторону местные эмираты, местные элиты, местные племена, использовать их для того, чтобы гадить друг другу, пытаться установить буферные зоны, дабы снять угрозу прямого вооруженного столкновения между войсками империи. В 1838 году британцы, имея угрозу потери контроля над Афганским Эмиратом, вообще вынуждены были в прямое вооруженное вторжение в Афганистан провести и поставить туда своего эмира, да, марионетку, как сейчас бы сказали Британии. Российская империя через три года организовала народное восстание, цветную революцию, как сейчас бы сказали в Афганистане против эмира британского и там вырезали его повесили разделенная толпа и вырезали весь гарнизон британских войск по наущению значит россиян и этот процесс закончился в 1873 году договором между Российской империей и Британией о том, что вот они теперь буферную зону установят между Бухарским Эмиратом и Афганским Эмиратом и как бы не будут вмешиваться Россия в дела Афганистана Российская империя а Британия в дела Бухарского Эмира а Тибет мы вообще отдали Китаю да, это все заваривалось вот тогда элиты начинали эту игру тогда и в общем-то отголоски а в некоторых случаях прямые последствия тех решений которые принимались мы переживаем и наблюдаем и сейчас если посмотреть да чем закончилась большая игра в Азии между Российской империей Британией и Францией которую потом зашли США все та же история да то в 1907 году закончилось соглашение между Российской империей и Британией о том что Россия признала протекторат Британской империи над Афганским эмиром над Афганистаном как бы сейчас сказали вместе Россия и Британия признали принадлежность Тибета Китаю что до сих пор как бы Тибет до сих пор не согласен что их туда определили ну и самое главное Российская империя с Британской поделили в 1907 году Персию между собой север Персии отошел к зоне стратегических интересов как сейчас бы сказали а так далее протекторат Российской империи юг Персии отошел под протекторат зону стратегических интересов британской короны а центральная Персия ну вот буферная зона между ними некая центральная Персия при этом на политических картах это никак не отражалось но в общем и целом оно во многом заложило конфигурацию того мира который нам считают сейчас известен и кажется тем миром который был таким всегда но это так сказать в предыдущих сериях и продолжаются да это так сказать в предыдущих сериях а Украина она вот 30 лет только существует как в формате 91 года как независимое государство кто-то скажет что у нас тоже тысячелетняя история это тоже правда но в других формах наверное да в других формах государственности и названий но все-таки часть сейчас какая игра происходит является ли вот эти встречи Си Цзиньпина с Путиным Блинкина Си Цзиньпином в Китае и наша война частью вот игры вот этих великих государств какое наше место в этом всем процессе ну и какая роль безусловно игра никуда не делась элиты продолжают играть то что мы уже обсудили да в первую очередь США Китай ну и сюда же пробует как это зайти в эту игру или не вылететь из нее кремлевско-путинский режим который постоянно пытается вот сохранить свое место за игровым столом размахивая своими ядерными дрючками вот этими и пытаясь показать то одной и то другой стороне свою так сказать важность и получить согласие на некие зоны своих стратегических интересов о чем постоянно там бредит Путин начиная там еще с мюнхенской речи и так далее и так далее давайте посмотрим с этой точки зрения да то есть как отреагировала на встречу Блинкина в Пекине с Синдзипинем отреагировали в США да вот тут же тоже важно Байден лично сказал что мы на правильном пути отлично все я молодец Блинкин молодец товарищ тоже молодец есть шанс что вот наши предложения будут услышаны понятно сторонники республиканцев и Трампа подняли очередную волну зрады с криками вы посмотрите что творит этот Байден и эти демократы наш доблестный Китай сдали Россия молчит да то есть вот что интересно вся пропагандистская машина России просто делает вид что никакой встречи не было блогеры вот эти все там пропагандистские всякие все эти соловьиные пометы все молчат делают вид что встречи не было это тоже молчание очень важный знак который говорит о том что ну как минимум значимость этой встречи в Кремле прекрасно понимают и просто без подготовки и разработки методичек для своих пропагандистов о том как же эту встречу комментировать они просто дали команду молчать дабы не наговорили лишнего и подданные кремлевского криминального вот этого олигархического режима который бредит царско-имперским прошлым да вот чтобы подданные не задались вопросом подождите а ну если США с Китаем начинают выходить на некий консенсус по поводу Тайваня то может быть уже и будущее России Китай США как-то начинают обсуждать и выходить на консенсус поскольку ну вот это вот странно режим который взял на вооружение шантаж мира ядерной катастрофы как основное средство взаимодействия с другими игроками да вот этот режим он не только напрягает Запад но очевидно он напрягает и Китай которому абсолютно не нужно никакая ядерная война никакое применение ядерного оружия вообще кем бы то ни было кстати сегодня Байден заявил что угроза применения тактического ядерного оружия Путиным реально полная цитата звучит так когда я был здесь около двух лет назад и говорил что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо все смотрели на меня как на сумасшедшего но это у него поездка была там внутри страны они смотрели на меня так и когда я сказал что беспокоюсь о том что Путин применит тактическое ядерное оружие это реально точка сказал президент во время своего визита в Калифорнию сегодня да одно из как это подпроцессов в рамках накрывающей большой ключевой игры Китай США да вот игра США Россия Европа здесь в Украине тоже тоже как бы для нас не менее важно видеть и понимать потому что самый опасный враг это тот враг существование которого ты не догадываешься да то есть вот здесь Украина должна понимать кто вокруг и кто они на самом деле враги друзья союзники соперники противники или действительно партнеры да в том или ином процессе и здесь нужно понимать что сейчас вот в войне военной агрессии России против Украины идет активная фаза скажем так очередная фаза да попытки принудить Украину к миру да это подается мы видим как уже вся российская пропагандистская машина выдохлась и кремлевская вот эта бригада криминальная спецслужбистская да вот она уже лично Путина вынуждена задействовать в деле запугивания мира ядерной угрозой да уже лично Путин там начинает рассказывать о том как мы значит бросим ядерную бомбу куда-нибудь значит то есть они пытаются решить две задачи на самом деле запугать обывателя западных стран угрозой ядерной войны в первую очередь европейцев во вторую очередь США дабы они надавили на своих политиков и прекратилась военная финансовая помощь Украине со стороны запада с другой стороны США в следующем году выборы и администрации Байдена не менее важно получить перемирие и некий как это ну если не вечный мир то хотя бы иллюзию некого стабильного мира в Украине поскольку это будет воспринято американскими избирателями как победа конечно же Байдена и демократов то есть любой мир неважно на каких условиях просто вот остановка военных действий сохранения там правительства в Украине независимого и так далее да для администрации Байдена это очень даже скажем так ценный приз из всей этой ситуации и если Украина и Зеленский ему этот приз подарят к концу этого года или в начале 24-го то это серьезно повышает шансы на победу Байдена осенью 24-го года на президентских выборах так по крайней мере они видят эту ситуацию по многим признакам это наблюдается с другой стороны путинский режим в истерике всеми силами и всей мощью пропаганды пытается остановить наступление сбройных сил Украины это тоже мы видим да там подрыв Каховки дам БГС опять вот это варятся неядерной палкой и рассказы о том что мы полуумному Лукашенко в Белоруссию даем ядерное оружие пусть тактическое но он его ставит прямо у границ НАТО и тут же Лукашенко как это по щелчку начинает исполнять песню смотрите какой я безумец вот у меня уже тут есть ядерные бомбы если это НАТО будет себя плохо вести конечно а плохо вести с моей точки зрения полуумного белорусского этого диктатора то я конечно придется жбурнуть пару ракет по НАТО вот этого да то есть они выставляют на сцену для европейского обывателя выводят на сцену полуумного белоруса диктатора да кровавого с ядерной бомбой который в любой момент может ее жбурнуть например если запад отказывается прекратить значит помогать Украине да вот эта информационная спецоперация Кремля она тоже сейчас в активной фазе реализации то есть Кремль ищет любые способы кого угодно кто может надавить на Украину на украинцев на Зеленского принудив его остановить наступление отложить остановить вот потому что кремлевцы понимают что потеря оккупированных территорий российской армии а может быть даже бегство массовое попадание в плен и разгром войск на юге с выходом украинских вооруженных сил условно говоря там на на Азовское побережье и перерезание сухопутного прохода на Крым может стать катастрофой внутриполитической ситуации в России да то есть царь настоящести которого уже там достаточно активно и давно сомневается какое-то количество россиян и даже элит да вот он уже может стать совсем не настоящим в головах вот одурманенной пропагандой вот этой полоумной российской массы и тогда найдутся желающие эту массу поднять и действительно такие в лучших традициях кремлевских да там начиная с царских времен да там куда-то этого царя ну либо как несчастный случай либо по состоянию здоровья ну либо просто там куда-то он может деться там я устал я ухожу то есть вариантов масса да то есть насильственная смена власти и в этом смысле конечно же и Байден да они оказываются в данной ситуации ситуативными союзниками как это может не показаться дикими невозможно в игре геополитически такое бывает в данный момент и кремлевский режим Путина и администрация Байдена ситуативные союзники в том смысле что они имеют общий интерес перевести активную фазу войны в прекращение огня и в некую видимость некого перемирия переговорного процесса а-ля вот как мы помним Минстри да он же вполне устраивал того же Байдена а скажите пожалуйста почему такой вариант устраивает администрацию Байдена почему не рассматривается вариант полной победы Украины на поле боя как это ну ранее озвучилось в том числе на западе поддержка столько сколько нужно границы 91 года восстановление в общем-то территориальной целостности и так далее ну это хороший вопрос задаете на самом деле несколько вопросов каждый из которых важен здесь же мы находимся в такой ситуации украины украинцы когда простота и и наивность ну недопустимы и отнюдь не являются некой доблестью да то есть вот это вот простонародная простота нам нужно думать и видеть всю сложность нашей ситуации всю сложность игры которую ведут как наши враги так и союзники имеющие свои собственные интересы и соответственно мы не имеем права да там перед историей и перед будущим да занимать позицию ну мы вот были просто неопытные наивные мы верили там во что-то сори мы должны считать шаги и не должны ни в коем случае забывать что минский процесс когда московиты да тот же кремлевский режим Путина вторгся в Украину да изображал дурака рассказывая о зеленых человечеках накупивших оружие военторгах при этом спецназ захватил парламент Крыма да территорию Украины что-то там объявили непонятно что якобы проголосовано было это происходило на глазах всего мира и в том числе Америки Обама тогда сидел демократов президент который там чего-то обещал что они заплатят большую цену но в общем и целом Украине был навязан усилиями наших западных союзников не только Меркель но и Обамы и США в администрации которого Байден был вице-президентом вторым человеком был навязан Минский процесс более того и Минск-1 и Минск-2 который был подписан Порошенко тоже был одобрен США и лично Байден да Совбезом ООН мы помним накратно подтверждал об отсутствии альтернативы Минскому процессу третье надо не забывать что согласно Минского процесса изменения в Конституцию Порошенко пообещал нести и в 15-м году внес законопроект в парламент Верховную Раду Виктория Нуланд приходила Джеффри Паят стоял и многие дипломаты мобилизировала все посольства и давила на депутатов требуя это проголосовать значит это нужно было США реализация Минского процесса вот весь этот особый статус ОРДЛО нейтральный статус Украины вот это народная милиция с прокуратурой которые народные республики как бы сами назначают и не могли не понимать что как только эти народные республики будут встроены в правовую систему Украины то вооруженная агрессия России продолжится и будет подана уже как гражданская война в Украине то о чем мечтал Путин и де юре это будет таки по конституции гражданской войны в Украине уже даже зеленых человечек не нужно там рисовать и делать вид что мы не знаем что за зеленые человечек и вот разведки мира не знают администрация США не знают они уже это делали они уже пробовали сыграть в эту игру по факту отдав Украину в зону стратегических интересов кремлевско-путинского режима зачем это значит им это было нужно значит в этом они тоже находили какие-то некие свои выгоды мы можем посчитать какие-то варианты и версии какие именно но важно понимать что для США там отдать Украину Кремлю почему-то не есть трагедии и катастрофы при том что да вот они сейчас активно вроде бы как помогают могли бы больше безусловно могли бы мог работать ленд-лист безусловно мог бы да вот все это нельзя ни в коем случае забывать и четко понимать что сейчас такой период когда и США администрации Байдена и путинскому режиму ситуативно они заинтересованы оба в прекращении активных боевых действий и имитации некого мирного переговорного процесса ну такая вот на текущем интерскладке и в этом смысле кстати позиция Европы в том числе Германии Франции ну Британия с первых дней как бы стояла на своей позиции да но мы увидели как они изменились и здесь уже и танковая коалиция и самолетная коалиция да которую многие сейчас говорят что она уже сформирована в этой коалиции первую скрипку ведь играют в первую очередь Европа которая за год вторжения и увидев игру администрации Байдена с Путиным с путинским режимом увидев вот эти вот непрекращающие постоянные контакты на уровне там Нулан Бернс кто там еще там сначала они в Москву приезжали потом в Стамбуле встречали с Нарышкиным в Вене там встречи то есть идет постоянный контакт администрации Байдена с кремлевским режимом путинским и Европа поняла что собственная безопасность делала рук непосредственно Европы и и включилась помогать Украине понимая что не дай бог если Украина не выстоит то следующая серия этого кино будет вот именно то что Путин и заявлял в декабре 21 года перед началом прямой вооруженной агрессии в Украину забирайте там свои манатки как он там это Рябков это Рябков да известное выражение зам Лаврова выпускают якобы больного придурка сейчас эту роль играют медведи у них и там алкоголик говорят он там еще что-то сошел с ума нет это исключительно такое же оружие ведения информационной войны ведения игры да средства устрашения не менее важное оружие чем ракеты и то что Медведев периодически выбрасывает какие-то казалось бы безумные там постики где он там в твиттере в телеграме которые обсуждают во всем мире да вот именно этого и добивается кремлевский режим чтобы весь мир каждый обыватель знал что там в Кремле сидят совершенно больные на голову отмороженные с огромной ядерной палкой персонажи разозлив которые к нам в Париж Берлин Варшаву и куда там еще в Лондон да может прилететь десяток ядерных ракет ну на секундочку страшная картина для западного обывателя конечно страшно именно эту картину и хотят нарисовать в голове западного обывателя кремлевские стратегии вот так эта игра играется и мы должны это видеть для того чтобы не делать ошибочных шагов кто их может угомонить если по простому выражаться вот возвращаясь к сегодняшней встрече и вчерашней точнее уже Блинкина и Си Цзиньпина в Китае что могли передать по теме Украины американцы какие предложения обсуждались с Китаем ну публично было озвучено что Блинкиным американской стороной что вот Китай подтвердил что не будет поставлять оружие Российской Федерации это то что было в публичной плоскости сообщено нам что могло обсуждаться вот уже за закрытыми дверьми так сказать смотрите я не сторонник вот этих гаданий на кофейной гуще поскольку у нас слишком мало данных а это тот уровень игры когда публичное заявление очень мало правды да содержит это всегда ложь обман и 3-4-5 слоев смысловых в каждом из сообщений здесь важно понимать что вожделенный Тайвань который поставлен лично товарищем коммунистами и компартией как ну бесценный приз который партия Китая коммунисты Китая пообещали всему китайскому народу добыть вот это золотое руно сходить добыть и принести и бросить к ногам каждого китайца вот этот Тайвань да это им предложено администрацией Байдена так или иначе взамен естественно было предложено от Китая тоже нечто и мы видим что Китай ну в унисон с администрацией Байдена начиная с лета прошлого года то есть уже год стоит твердо на позиции и каждый раз ее декларируют о недопустимости ядерного шантажа и применении ядерного оружия да то есть вот здесь у США с Пекином наметился консенсус и соответственно путинский режим для обоих этих крупных больших игроков становится проблемой и наверняка в пакете предложений что взамен на Тайвань попросил Блинкин от Пекина наверняка нечто связанное с Россией конечно с Российской Федерацией поскольку и у Китая есть повод в истории если покопаться история штука такая в ней всегда можно найти если надо все что угодно если надо Китаю например отхапать часть Дальнего Востока Сибири отхапать опять же мы должны понимать что мы живем не в 19 веке когда там отхапывалось прямым вооруженным вторжением или подписанием неких секретных документов о распределении протектората над теми или иными государствами страны оно же может никак даже не оформляться просто США говорят что вы давайте осваивайте Дальний Восток и Сибирь Китай мы туда не будем заходить ни со своими технологиями ни нашей компанией не будут заходить туда с инвестициями ни нашей политики которых мы поддержим не будут баллотироваться там на местных выборах это ваша зона вы там наводите и устанавливайте порядок свой а мы например возьмем европейскую часть и юг Российской Федерации куда вы уже не будете заходить Казахстан например мы возьмем и будем окучивать юг ну а центр России Питер Москва пусть это остается как это вот той центральной Персии да которой когда-то договаривались как эти представители Голштейн Готторбской династии называемые российскими царями да своими родственниками дальними называемыми британскими королями да пусть это будет некая срединная Персия да вот срединная некая территория Питер и Москва где там вот какие-то некие российские демократы будут воевать с авторитаризмом российским в общем упражняться и учиться демократии в это время мы например ну я сейчас условно говорю мы это Китай и США аккуратненько просто вырвем ядерную дубинку из рук любых кремлевских полуумных диктаторов так или иначе вплоть до высадки вооруженного десанта ради спасения мира от ядерной грозы почему нет на ядерные объекты Китай например на ядерные объекты в определенной части России высаживают свой десант для того чтобы там чего не случилось ни в коем случае не для вооруженной оккупации какой-то там боже упаси на атомную станцию если высадился десант чтобы она не взорвалась тоже против такого миротворчества и примерно то же самое например США у нас тут есть пример недалеко с атомной станцией кстати но миротворцев там не видно Запорожская атомная станция ведь уже мы слышим неоднократно предложение а давайте мы некий миротворческий контингент допустим на Запорожскую атомную станцию исключительно для того чтобы там ни одна из конфликтующих сторон не учинила какой-нибудь случайно глупость и эта станция не взорвалась и мир не оказался ну в этой мягко говоря неприятной истории когда ядерная катастрофа в одной из стран несет ущерб там значительному количеству стран и народов других поэтому если в Запорожской например на Запорожской атомной такой сценарий будет проверен отработан и апробирован и принят то почему бы в условиях когда накаляется политическая борьба в Кремле и нестабильность в России накаляется то почему бы миромового сообщества а в частности США и Китаю например не взять на себя ответственность за все ядерные объекты на территории этой зоны нестабильности и в разом так сказать высадить своих специалистов и силы безопасности на ядерные объекты опять фантазия но мы находимся на пороге только в самом начале событий которые еще там 3-4 года назад казались совершенно невероятными вот мы заходим только в эту череду событий скорее всего это порядка 7-8 летний период предстоит еще на выходе из которого мы получим тот мир и ту конфигурацию которая будет очень мало похожа на тот мир который мы знали до до 22 года и наша общая задача украины правильно понимать происходящее и на выходе из этого процесса оказаться намного более сильной и лучшая ситуация как народ нация как государство как страна сумевшая поломать игру сильных игроков сдвинуть ее в свою сторону в свое направление и нам из этого процесса нужно будет выходить намного более сильным и уже понятно в каком в каком статусе и в каком положении мы должны оказаться в идеале а пишите подробнее какие цели должна поставить себе Украина по вашему какие реально достижимые результаты могут быть у нашего наступления наступательной операции на юге и в целом по вытеснению оккупантов с наших территорий ну и в целом какой может быть сценарий мира который устроит Украину сколько у нас времени осталось ну минут 10 давайте попробуем сколько минут 10 давайте попробуем минут 10 давайте во-первых мы должны понимать что здесь мы уже сделали выбор стороны да в глобальном противостоянии мы на стороне запада и и отнюдь не на стороне России уже там оказаться не может Россия даже это тоже кремлевские упыри уже тоже поняли что Украину можно даже оккупировав ну в общем уничтожить не очень получится недавняя статья вот этого кремлевско-карибийского аналитика Караганова да вот которую обсуждали еще стоит внимательно разбирать там написано прямо да там три сценария для кремлевских правителей один сценарий это оккупация и сохранение оккупированных на сейчас территорий с переходом в мир и превращением остальной территории Украины в некое нейтральное государство да это вот первый сценарий который они себе рассматривают второй сценарий это оккупация дальнейшая как они называют востока и юга Украины и потом замораживание конфликта оставшаяся часть Украины в нейтральную деноцифицированную демилитаризированную территорию это тоже они понимают что чревато продолжением войны очага и зоны нестабильности и даже полная оккупация вплоть до там ну за исключением трех областей старые кремлевские бредовые мечты даже эта ситуация оккупации не дает возможности России развязаться и получить здесь некую спокойную комфортную территорию здесь будет война партизанская с террористическими акциями и конца края там Россия не получит и отсюда тот же Караганов там же рисует вскрывает цель идеальную ситуацию будущего для кремлевской стратегии как он ее предлагает а он очень авторитетный и весомый аналитик считается из потомственной кегибийской семьи там еще тот призыв Примакова перед которым ФСБ и лично Путин там раболерствует вот и этот человек говорит идеальная система это когда идеальная цель для России это когда мы получаем юг и восток а запад перед нами капитулирует испугавшись ядерной катастрофы и перестает помогать Украине и только так мы получим стабильный мир на этой территории то есть они хотят стабильного мира но вот юг и восток скорее всего Караганов имеют ввиду левобережную Украину плюс Одесскую область Николаю Херсон да то о чем они там мечтали с выходом на Приднестровье и Молдову соответственно а при этом США должны согласиться и не вмешиваться не подпитывать сопротивление ни политически ни финансово ни оружейно да вот вот это картина будущего нашего врага наша картина будущего должна состоять в том что зона турбулентности вынесена далеко на северо восток от границ Украины соответственно мы должны быть частью запада частью Европы на выходе из этого турбулентного процесса мы должны иметь военный союз с соседями в первую очередь странами Балтии и Польши возможно сюда же войдут еще Британия Дания да там Швеция скандинавские страны в этот специфический военный союз поскольку США не хотят брать в НАТО и не сильно подрывать кремлевский режим и то что они называют не переходить на эскалацию другого уровня пусть это будет другой военный союз в Европе ну и конечно же нам нужно принимать решения в политическом союзе не только военно будет ли это Евросоюз будет ли это центрально европейский союз некий новый сформированный за это время опять же страны Балтии Польша Чехия возможно Турция Румыния Болгария да вот этот центрально европейский союз его тоже можно получить на выходе из этого периода турбулентности если поставить это как цель если создать программу работ наших работ независимых не от чьей доброволь воли Украины украинского народа есть все даже с избытком для того чтобы этот сценарий реализовать и оказаться именно в таком будущем если ставить это как цель и реализовывать соответственно если приводить к власти и к управлению те элиты и группы которые эту цель будут разделять и программу работ будут реализовывать не продавая будущее не идя на поводу у обетянов как это было с Будапештским орандумом не боясь угроз полуумных кремлевских придурков кто бы там не сидел вот просто брать и делать да своими силами своими руками всем тем что у нас есть здесь и сейчас двигаться в сторону достижения этой цели понимая что стратегически мы уже победили но нам еще нужно воспользоваться плодами этой победы а не раздать ее и профукать да потерять разбросать рассорить результатами ради того чтобы там в каком-нибудь Монако завелся еще какой-нибудь батальон Монако 2 с десятком сходящих с ума денег и скуки очередных подонков да то есть вот чтобы наша победа не капитализировалась просто в батальон Монако 2 да вот для этого нужно понимать какие элиты мы должны приводить к управлению государством ближайшие там 7-10 лет так много наговорил задавайте вопросы но достаточно ли да достаточно ли у нас человеческого ресурса мы ведь понимаем что это в принципе слабое место Украины если сравнивать потенциалы двух стран вот находить какое-то уравнение между Украиной и Россией вот в военном чисто смысле можно ли как-то решить эту проблему вот в том числе за счет военных союзов которые вы предлагаете со странами Восточной Европы дефицит человеческого ресурса большая ложь мы даже помним Зеленского который говорил что у нас 65 миллионов украинцев да по всему миру другое дело что задачи управляющей команды ведущей игру одной из задач является умение мобилизировать человеческий ресурс и не только в окопы в качестве стрелков с автоматом мобилизировать человеческий ресурс и в экономическом смысле и в интеллектуальном смысле привлечь этот ресурс из США и Канады в качестве условно лобби в американском политикуме почему нет у нас вот пример братского народа еврейского с которым у нас очень много общего и в истории и сложность ситуации которые проходил еврейский народ и сумел выйти даже на ту позицию на те позиции которых он сейчас нам есть чему поучиться у нас намного более сильная и выгодная стартовая позиция но соответственно чем у Израиля да были которые в общем-то начинался с поселений романтиков на землях скупленных Ротшильдами на территории Ближнего Востока да то у нас да извините стартовые позиции на порядок мощнее были элиты поводыри да это проблема в том смысле что ну если бы еврейским народом управляли лидеры которые мечтают оказаться с деньгами в Монако ну или в Лондоне то конечно мы бы сейчас не знали бы никакого государства Израиля он бы просто не был продали бы выменяли бы на очередной домик на берегу Швейцарского озера ну вот кстати об элитах об этом говорил Киссинджер в одной из своих статей вот где он опять размышляет на тему возможной конфигурации мира и он в эту конфигурацию все-таки включает и членство Украины в НАТО почему потому что в Украине неопытные элиты есть с ними проблемы проблемы со стратегическим управлением и планированием вообще развития государства и страны введения его в правильном направлении поэтому НАТО будет таким сдерживающим фактором от глупостей от ошибок в общем от всего остального и от дестабилизации вы согласны с таким подходом? Да, ну Киссинджер мощный игрок врет глазом не моргает да, он там говорит что конечно бы хорошо бы чтобы Украина была в НАТО но он же там между строчек ставит как обязательное условие согласия России на то что Украина станет членом НАТО они там с Фукуямой эту пластинку крутят ну якобы случайно понятно что в рамках общего плана будучи так сказать достаточно известными и влиятельными соответственно на внутриамериканские умы фигурами они толкают вот эту идею что давайте мы Украину примем НАТО даже куском даже не отвоевав территории они так международно признаны конечно же Россия должна согласиться на это потому что мы тогда сдержим Украину силами НАТО и украинцы не будут претендовать на отвоевание захваченных Россией территорий там же вот такая вот пластинка а дальше я задам простой вопрос простите а если Россия не согласится с такой логикой и не даст добро на то что Украина станет членом НАТО то что тогда Киссин же разведет руками как с Будапештским и враном скажет ну видите мы же что думали они то люди разумные там в Кремле ну они не хотели ну значит Украина не будет в НАТО мы сейчас давайте найдем особые условия гарантии ну то есть начнется выдумывание очередной обманки которая призвана будет успокоить и обмануть украинцев но для этого нужны продажные элиты в Украине которые сделают вид что они этого не понимают так ровно как сделал Порошенко в 2014 году сделаю вид что он не понимает что произошла военная агрессия другого государства объявит АТО например как сделал Порошенко и даже не инициирует ни Порошенко ни Зеленский консультации по Будапештскому меморандуму хотя Зеленский это сделал накануне вторжения мы помним Кулеба заявил что давайте-ка консультации по Будапештскому меморандуму но потом вторжение и в общем стало не до этого да простите но тут вспоминается встреча обману простите тут вспоминается встреча в Женеве весной 2014 года как раз в Будапештском формате была она на уровне если я не ошибаюсь министров иностранных дел в тот момент встречались тогда Женева ассоциировалась больше с сирийским процессом мирным но попытались один раз встретиться а потом образовался нормальный формат присутствовали это был первый так называемый Женевский формат еще Турчинов потом решили что президентом будет Порошенко это опять же был договоренность на уровне группы Нулан-Цурков Левочкин неформальная группа Киссинджер который приезжал регулярно в Москву и в 16-м году чего он там получил приз какой-то там от кремлевцев да то есть это все вот эта элитарная группа которая начиная в Женеве просто договорилась с нашей на тот момент управляющей элитой украинской что они будут подыгрывать и Турчинов и Порошенко подыгрывали делая вид что они не понимают что за зеленый человеческий делая вид что они не понимают что армия в Крыму украинская расположена не может без приказа как бы начинать воевать с Россией да то есть очевидно что это российские войска они же сдали Крым делая вид что это не российская агрессия подыгрывать да поэтому я и говорю что элита если национальная патриотичная элита да вот так как было с еврейским народом когда они создавали свой дом для евреев на этой земле да так они и создавали дом для еврейского народа на этой земле да пусть пусть это люди были из как это из экстремистского крыла национально ориентированных патриотов но с ними нельзя было бы невозможно было бы договориться о том о чем договорились например с Турчиновым и Порошенко с ними невозможно было бы договориться о таких вещах о продаже сдаче и предательстве своего народа невозможно и качество элит и готовность этих элит служить чему-то большему нежели очередной мешок денег и очередной дом в Монако или очередной самолет что там Роуз-Ройс еще один яхта еще одна да то есть ну это пошло это элиты первого этапа такие могут быть да после голода там не могут нажаться но если мы говорим о серьезной игре то в серьезные игры играют только люди которые уже доросли до понимания что деньги это такие средства о чем еще наши классики писали и не могут быть целью если ваша цель деньги ну вы несчастный бедный человек который еще просто не понял насколько беден и несчастен этот человек если ваша цель деньги но это мы сейчас уйдем в философию да конечно ну всем очень важно сделать и с 14 года и со всех остальных последующих периодов да выводы правильные выводы избирателям и элитам в том числе возможно они могут тоже как-то трансформироваться обучаться и развиваться в правильном направлении учитывая всю ту трагедию которую сейчас переживает страна и за которую несут наверное ответственность все кто кто ей управлял ну а мы будем верить в лучшее в то что все-таки украинские вооруженные силы будут удивлять нас так как они это сделали и в феврале 22 года и мы верим в то что произойдут действительно достижения и на поле боя и в дипломатии и в наших элитах во все последующие периоды вот ну и придет мир наконец-то справедливый мир для украины да да вот это наше дело мы не в зрительном зале сидим и ждать что нас удивят никто не удивит а мир мир мы обязательно получим тот который нужен нам если будем работать а не в позиции сторонних наблюдателей мир обязательно придет и тот мир который нам и не снился учитывая уже цену заплаченную за право на такой мир прекрасный замечательный мир который нужен нам а не Кремлю либо каким-то его там международным партнером в силу тех или иных обстоятельств а тот мир мы получим тот который нужен именно Украине и украинцам Владислав Владимирович полностью вас поддерживаю я думаю что наши зрители также поддерживают друзья поставьте пожалуйста лайки нашему гостю поставьте лайки нашему проекту подпишитесь на Политеку это важно для поддержки независимой журналистики в Украине в текущих условиях мы работаем именно для вас ну и я благодарю за интереснейший эфир Владислава Ленченко сооснователя Михайловского клуба Владислав Владимирович спасибо вам приходите еще спасибо всего доброго